Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли, вы на канале Мотохайкер. В этом ролике я хочу вам рассказать один лайфхак о том, как можно узнать об износе ваших колодок. Наверняка вы все делаете, ну, большинство из вас, не все, скажем, делаете это немножко, ну, непрактично, я бы сказал, что ли. Конечно, можно оценить состояние колодок визуально, посмотрев на колодки, ну, и тем самым оценив их состояние. А я вам сейчас расскажу один лайфхак, как это можно сделать, не слезая с мотоцикла. Вот вы сели на мотоцикл и просто можете буквально за несколько секунд узнать о состоянии ваших колодок. В немецких мотошколах это учат, как правило, поэтому немцы знают об этом, но, зная, какие приблизительно в России автошколы, возможно, там этому не учат. И для многих из вас это будет откровение. Давайте я вам сейчас это покажу. Жесть, у нас сейчас холодно, где-то градусов минус 8. Смотрите, как у меня мотоцикл замерз. Сиденье. Обалдеть. Все в ине такое. Прикольно. Сейчас я хотел сесть на него и показать вам. Ну, да ладно. Итак, друзья. Все дело вот в этом бачке, который вы видите вот сейчас здесь. Видите, вот здесь есть риска ловер. Это значит... Точнее, это не значит, что если у вас тормозная жидкость опустилась до этого уровня, что надо срочно туда подлить жидкость. То есть это как раз-таки есть индикатор того, индикатор износа ваших тормозных колодок. Соответственно, сейчас у меня колодки новые, ну, практически новые, да, скажем так. То воздуха там практически нету. То есть колодки, значит, нормальные. Если же уровень опустится до отметки ловер, это значит, что колодки пора менять. И все, подливать жидкости туда не требуется. Я вам сейчас... А, давайте сначала посмотрим задний контур. У меня он, конечно, немножко как-то спрятан, не как обычно. Вот здесь вот жидкость у меня задняя. Ну, видно, что если я поставлю его прямо мотоцикл, то как раз будет где-то посередине показывать. Это значит, что задние колодки у меня изношены на 50% где-то так. Соответственно, еще можно покататься. Почему же так происходит? Да все элементарно и просто. Тормозной контур, он замкнутый. То есть там жидкость всегда... Объем жидкости, он всегда постоянен. Он не изменяется. Соответственно, когда у вас истираются колодки, и поршень выдавливается ближе к тормозному диску, соответственно, у вас уровень жидкости пропорционально падает. И когда колодки совсем изношены, то есть поршень уже, считай, выходит в суппорте на максимум, ну и уровень, соответственно, у вас на минимуме. Все очень просто. Но многие почему-то об этом не знают. Надеюсь, видео для вас было интересным и познавательным. Ну, а с вами был я, Вилли, канал Мотохайкер. Увидимся в следующих видосах. Субтитры сделал DimaTorzok